Суть какая? Я помимо этого, у меня еще есть женщины, то есть не постоянные. Как бы я хожу на свидание, где еще что-то, типа, я на них не хожу. Как бы я с Юрой об этом по поводу тоже говорил, у меня там немножко было угрызение совести, по поводу того, что могу я себе такое позволить или нет. Типа, ну, это моя любимая история, не чувствую себя говном. А ты не один, Гошан, у всех такая история. Это мой собственный выбор, типа, либо живи с этим, либо не делай этого. Ну, я принял за решение, что мой собственный выбор, я с этим живу. Суть в другом. То есть у этой парушни еще есть ребенок. И не то, чтобы этот ребенок мне каким-либо образом мешал, потому что у ребенка есть отец, довольно состоятельный, там все потребности ребенка закрыты туда-сюда. Единственное, как это может отражаться на мне, что, например, сегодня, я говорю, пойдем туда, она говорит, я не могу, я с ребенком. Ну, хотя я там устраивал вылазки с ее ребенком. Какой у тебя вопрос, Гошан? А? Вопрос, да, давай с общего к частному, блин. Я не знаю, что будет с этой бабой дальше, блядь, но мне нравится ее подруга, короче. Я хочу трактить ее подругу близко. Блядь, я-то думал, сейчас, короче, на канал пойдет какая-то интересная информация, знаешь, там что-то глубокое, блин, Игорь. И ты мне, то есть ты мне за этим звонишь. Не в смысле мне, а ты мне за этим звонишь, да? То есть это у тебя такой вопрос возник, да? Я хотел поинтересоваться более у тебя подобный опыт, потому что ты вообще думаешь, что по этому поводу стоит, не стоит. То есть, короче, еще раз озвучь свой запрос. Я хочу заняться сексом с ее подругой. Да. А ты ее видел уже, типа, вживую, да? Да, да, вживую. Мы общались, у меня уже есть в Инстаграме. А она нормально с тобой общается, прям, ну так, типа, прям. Я думаю, что она со мной флиртует даже. А что тебя смущает? Смотри, давай так, если, грубо говоря, если прям совсем к спешке рассуждать, ты сейчас звонишь ее подруженце и говоришь, слушай, как бы это странно не выглядело, но я хочу тебя увидеть. Сегодня отдельно тебя, и мы об этом никому не скажем. Вот. И, соответственно, что происходит? Либо она говорит это, и ты теряешь. И эту, даже не эту, там не это страшно тебе. Там страшно, что тебя сочтут животным и мудаком, и так далее. Вот. И эту тоже не получишь. А если, грубо говоря, попробовать, то есть шанс. То есть, как бы, ну, как бы, ты хочешь, я тебе какой-то адронный коллайдер изобрел, Гошан, или что? Нет, нет, я хочу, я хотел поинтересоваться, есть ли у тебя такой опыт вообще в целом? Было ли в твоей жизни так? Ну, сейчас вот я не припомню, чтобы вот, ну, как бы, именно сказать, ну, возможно было, но вот такого яркого ничего в голову не идет. И там еще раз, Игорь, там все должно максимально отталкиваться от того, насколько тебе эта женщина важна. Я считаю так. Угу. Ну, вот такой вот у меня запрос, короче. Не, а что ты от меня хочешь? Я тебя благословил или что? Не знаю. Нет, нет, я хотел... А что тебя останавливает? Давай так, то есть, то есть, ты... Я не верю, что именно ты технически не можешь это сделать. То есть, у тебя понимание техническое, как это сделать, мне кажется, должно быть, в принципе, на высоте. Ну, то есть, типа, взял, позвонил, написал, там, сказал, мы никому ничего не расскажем и так далее. Ты попал, ты попал прямо вот с точки, вот с первой своей фразы, по поводу того, что оказаться в чьих-то глазах. Ты тут сейчас, да? Смотри, Агашан, тут вопрос такой. Смотри, смотри, какой вопрос. А, смотри, короче, ключевое, Агашан, так, что вот, ну, у меня лично такое, как бы, видение мира. Мне важно быть... Ты меня слышишь, да? Да, 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 слушаю. Мне лично важно быть, не потерять лицо перед теми людьми, которые для меня важны, которые для меня близки, которых я люблю, уважаю, ценю и очень хочу, чтобы им было хорошо, и они были счастливы, и не сделать им, ну, не ранить их нечаянно, там, или специально, не дай бог. Вот, то есть, перед такими людьми, да, мне стрёмно, потому что, как бы, есть люди, которых я уважаю. Это очень небольшой пол людей. А есть люди, как бы, на которых, по большому счету, мне либо насрать, либо я понимаю, что они мне никто, и это не значит, что я готов ходить по головам, там, в том случае. Это значит, что я взвешиваю возможные последствия, если они не вредят человеку в плане того, что, да, она расстроится, я тебе скажу так, Агашан, если она об этом узнает. Я тебе больше скажу у нее. Да, бывший муж ушел к ее подруге. Это еще, это утяжеляет ситуацию. Я знаю. Слушай, ну, тут очень много вопросов. Вопросов к ее подругам, вопросов в том, что, какого хера у нее такие подруги. Вопросов в том, что так получилось. Смотри, вопросов в том, что, да, я понял, Агашан, вопросов в том, что ты не несешь ответственности за ее прошлое, понимаешь? Если ее бывшего парня, мужа, звали Игорь, он был такой же высокий, как ты, с небольшими усиками, то теперь вообще ты должен пойти и застрелиться, понимаешь? Как бы по большому счету так. Но я тебе говорю, все должно основываться на двух вещах. Последствия и то, насколько человек тебе важен. Если ты понимаешь, что максимально печальные последствия, это не смерть, не увечья, не банкротство, я не знаю, там, не разлука с ребенком, а просто она поплачет, скажет, подруга, ты тварь, там, ненавижу и так далее. И, в принципе, это даже, может быть, почистит ее круг окружения, если уж искать в этом плюсы. То, значит, первое, о чем ты думаешь, это чем это может кончиться. То есть, если это не совсем уж прям трагично и смертельно, значит, как бы, я считаю, что, ну, окей. Второй момент, какое у тебя отношение к ней и планы к ней. И то, что ты сейчас с ней встречаешься, и эта женщина с тобой, она к тебе, они так устроены, Гошан, и мужчины, кстати, тоже, а женщины еще больше. Они к тебе все больше привыкают, она все больше хочет, ну, как бы, быть с тобой. То есть, что бы ты ни говорил, если она с тобой продолжает проводить время, значит, все, привычка, понимаешь, организуется, как минимум. Это самое такое скотское слово. То есть, есть там влюбленность, есть там чувства, есть эмоции, а есть привычка. Как минимум она, может, даже и какие-то чувства появляются, понимаешь? И получается, если ты уже сейчас понимаешь, что с этой бабой нет будущего, и ты хочешь уже подругу, то ты уже сейчас свинья, тварь и скотина. Понял, Гошан, как бы, вот как это выглядит? Вот, Гошан, поэтому я тебе к чему говорю, что ты уже свиноматка, короче, ты уже скотина, ты уже подлец, ты уже не человек, понимаешь? Игорь, поэтому тут, ну, как бы, ты сейчас делаешь хуже, я тебе так скажу. Потому что, если ты встречаешься с женщиной, как бы, в принципе, уже не видишь с ней будущего какого-то, может, тогда не надо с ней встречаться. Ты что с ней встречаешься? Что за некондиция? То есть, понимаешь, что, как бы, такое, как правило, бывает от того, что у человека выбора нет. Поэтому он подбирает баб с ребенком, встречается с ними, а потом еще при первом же случае, ты, ты, у тебя какие планы на эту женщину? У меня нет планов на эту женщину. Ну, тогда какого ты, маз... Ну, что сейчас, мне просто сейчас так комфортно. Не, Гошан, плюс еще момент такой, что, да, это вот, поэтому ты свинья, короче. А второй момент, причем это не в моих глазах, Гошан, это вот как, как это выглядит со стороны вообще. Да, я прекрасно понимаю, я понимаю, я понимаю. Второй момент, смотри, почему бы женщину третью, десятую, сто пятую, но только не ее подругу, то есть, потому, а я тебе скажу, почему, потому что у тебя сейчас нет выбора, как ни странный, тебе мне это говорить, нет выбора других качественных каких-то теологов, а здесь это еще и, как тебе кажется, флиртует, соответственно, машет тебя зеленым сигналом светофора. Ну, не может быть, что она такая, что она прям всех остальных. У меня сейчас есть выбор, это самое главное, у меня вот сегодня свидание с другой девушкой, и до этого... Тогда, что тебе, ну, тогда смотри еще раз, не надо тогда с этой подругой встречаться. А по большому счету, это просто, как бы, ну, ситуация какая-то. То есть, ты говоришь, я боюсь потерять лицо, если, ну, ты думаешь так, если это узнает, что я ее подругу. А то, что ты, в принципе, сейчас, как бы, мозги делаешь бабе, это как бы... То есть, я понимаю, если бы ты был бы дрочером каким-то там, закоренелым, я бы подумал, ну, раз больше нет ничего, Игорь, ну, только не ты, ты, блядь, можешь себе любую бабу найти. Поэтому, зачем вообще тогда ты это делаешь? Ну, скажи ей, слушай, я это, как бы, сделай по-мужски, напиши ей, там, голосовое, или позвони, скажи, я считаю, что у нас нет будущего, ты замечательная, классная, но я говна кусок, поэтому я от тебя ухожу, а после этого позвони подруге, скажи, проезжай, давай так сделаем. Не, а ты что хочешь, чтобы я тебя благословил, там, этим, на тебя кодилом помахал. Нет, наоборот, наоборот, наверное, вот это самое качественное, что я должен был получить осознавание, того, что с этой женщиной, наверное, нет будущего, оно и есть, и какая-то... Нет, знаешь, самое стрёмное, Гошан, что ты сейчас, типа, думаешь, что ты потеряешь лицо, а та-та, она подумает, что ты плохой, да даже если так, и чё, мать, мало ли, просто в чём прикол, что, и чё теперь-то? А ещё второй момент, что ты, получается, сейчас уже делаешь, ну, гадкое дело, то есть ты уже сейчас находишься в статусе свиньи, как бы, и переживаешь, что в этом статусе ты ещё на ступень ниже провалишься. А сделай нормальный мужской поступок хоть раз в жизни. Тяжело, да, Гошан? Ну да, блядь. Тяжело, мне кажется, говорить своей женщине, с которой у тебя ребёнок, с которой ты 10 лет прожил, там, что я ухожу от тебя, там, тебя больше не люблю, там, прости, а если она ещё и болеет какой-то тяжёлой болезнью, ну, я много чего слышал от своих клиентов, Гошан. Вот это тяжело, Гошаныч. Это прям, блядь, на седьмое, что-то они здесь просто разъездились. Вот это тяжело, Гош. А то, что сейчас, это просто тренировочка тебе, то есть, получать сейчас твою хуй, как бы, для тебя в приоритете, то есть, ты перешагиваешь через чувства, через привычки других людей, главное, как бы, хоботулечку свою пригреть. Ну, Гошан, ну, что ты от меня хочешь? Или ты хотел, чтобы я секретный способ рассказал, как... Или секретный способ, как подругу потом загипнотизировать её, чтобы она вообще тебя не вспомнила, или что, как бы. Ну, вот этого я, к сожалению, тебе дать не могу. Ну, это надо этому, Уилл Смиту позвонить из фильма «Люди в чёрном», чтобы он это и вот этим таким, знаешь, нажал, когда память люди теряют. Ну, вот, Гошан, я тебе предлагаю такую историю, либо самое позорное из всех вариантов, это забыть про подругу и там ходить в другие места налево. Ну, это тоже ни к чему, то есть, как бы, тут вообще речь идёт о том, что ты сейчас, ну, как бы, потом тёлка будет страдать, и чем дольше ты с ней встречаешься, тем она больше будет страдать. У меня такие истории были, я знаю, о чём я говорю. И чем дольше ты с ней встречаешься, тем потом тебе же, потому что внутри тебя, внутри этой скотины двухметровой всё равно живёт человек, и я знаю, что он там есть. То есть, тебе же потом, Гошан, с каждым днём, месяцем, годом общения с этой бабой будет намного сложнее её бросить, потому что будет уже у самого привычка, это же будет уже тебе не чужой человек, даже если изначально было на неё похуй. Тебе будет жалко, тебе будет стрёмно, ты, ну, то есть, это ты сам себя ещё сейчас понимаешь, в яму загоняешь такую, с которой потом будет сложно выбираться. Поэтому тут вообще разговор о том, что, может, пора перестать с ней заниматься, как бы, которая ранит других людей, портит тебе карму, если хочешь так рассуждать, а не о том, куда пристроить твой п*** сегодняшним вечером. Ты просто подумай о будущем, Гоша, вот ты с этой бабой пока не расстался, потом ещё что-то, потом, допустим, она скажет, а поехали, я тебя с ребёнком познакомлю, пойдём гулять куда-то вместе. Ребёнок ещё привыкнет, ну, это вообще ху**, ребёнок привыкнет, а ты о ребёнке подумай, потому что тут у него папа, тут какой-то ху**, а потом она и к тебе привыкнет, а потом её опять бросит, то есть, понимаешь, там у ребёнка детская травма, это девочка, да, ребёнок? Нет, мальчик. А, я почему-то подумал, что девочка, ну, мальчик, значит, он просто ху** пошлёт. Вот, то есть, понимаешь, как бы, зачем давать людям надежду, если ты сейчас изначально понимаешь, что там нет ничего такого. Это не экологично в их сторону, и это потом себе же самому создаст проблемы, потому что ты привыкнешь, Гоша, я знаю, как это работает. А потом может быть такое, что ты 40 минут ищешь парковку возле её дома, у меня такое было в Москве когда-то давно, когда я уже год назад принял решение, что я с этой бабой жить не хочу, а там затянулось, и мне было жалко её бросить. Я 40 минут ездил вокруг её дома, не мог найти парковку. Это уже вселенная говорила, Вован, это тебе знак, ху** отсюда, ты же не хочешь к ней ехать сейчас, зачем ты туда едешь? А я ехал, понимаешь, из жалости, из привычки, из нежелания обидеть. Ты хочешь, чтобы до этого дошло? В целом, конечно, нет. Ну, Гошан, поэтому вам пора уже с Саньком вместе на пару мозги включать, как бы и тебе, и ему, потому что вы, ху** дядьки, занимаетесь какой-то... Как-то так. Спасибо. Придётся запикивать мат, если я вот как бы решу это выложить, не знаю, посмотрим. Я бы выложил, интересно, мне кажется. Да выкладывай, выкладывай. Вообще, проблему этому плану не вижу. Это вот так, Гошан, сделай по-пацански прям, напиши, или лучше позвони прям, чтобы вживую скажи. Вот это самый трэш. Вживую. Скажи, слушай, ты, пи***, прокачаешься, ну, там, ей жизнь спасёшь. Она, возможно, будет после этого говорить, не надо там, нет, можешь попро... Ну, то есть, вот там самое главное, что ещё после этого надо сделать, надо после этого пропасть везде от слова совсем. А потом она, конечно же, скажет подруженцей, подруженцей, он меня кинул, он пи***. А потом ты напишешь подруженцей, скажешь, подруженцей, приезжай, я хочу теперь тебя. Вот это будет прикольно.